Ассоциация европейского бизнеса подвела апрельские итоги продаж новых автомобилей. Напомним, что на протяжении всего месяца из-за противовирусных мер большинство автосалонов попросту не работали. В итоге в апреле российский рынок обрушился на 72%. За первый карантинный месяц было продано лишь 39 тысяч легковых и легких коммерческих машин. Правда в отчет не включены результаты компаний BMW и Mercedes-Benz, включая показатели марок Mini и Smart. Эти компании публикуют отчеты только раз в квартал, но относительное падение спроса видно даже без них. Самое крутое и глубокое пике у японской Mitsubishi – минус 95%, так как дилеры этой марки передали клиентам меньше 200 машин. А единственным брендом, показавшим положительную динамику, стал китайский Чан Ань. У которого спрос вырос наполовину, хотя абсолютный результат более чем скромный – 223 отгруженных автомобиля. Тройка моделей лидеров осталась неизменной. Это Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Кроме того, в топ-25 российского рынка пробились новинки – Skoda Karoq и Kia Seltos. Еще одно любопытное наблюдение – отменные продажи внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В списке национальных бестселлеров дорогая модель неожиданно заняла 23 место. В этих условиях большинство марок организовали онлайн-продажи своих моделей. Правда, на многих сайтах новый инструмент называется онлайн-бронированием. Кроме того, соответствующие кнопки появились на сайтах крупных дилеров, а некоторые продавцы даже запустили собственные мобильные приложения. Алгоритм электронной покупки выглядит примерно так. Выбрав подходящий вариант из наличия, клиент резервирует его, для чего отправляет небольшую возвратную предоплату. После этого на связь выходит менеджер автосалона. В финале клиент получает счет на оплату. При этом кредитование и страхование также доступны онлайн. Вот только подписывать документы все равно придется лично. Заказанный автомобиль многие дилеры готовы привезти на эвакуаторе, но некоторые по-прежнему практикуют выдачу непосредственно в салоне. На ближайшее время электронные продажи останутся единственным вариантом приобретения автомобиля. Но несмотря на активный запуск онлайн-торговли, эксперты не ждут оживления спросом по итогам мая. Продолжение следует...